Добрый день! Я сегодня хочу вам показать, и даже завтра, как можно установить шкафы-купе своими руками. Это не здесь. Это коридор. Сейчас мы зайдем в ванную комнату, я вам расскажу. Ванная комната достаточно большая. Здесь и мой додыр, и даже унитаз, и даже ванна есть. Это петушок. А с другой стороны, 20 лет назад я поставил вот такой, не шкаф-купе, а 8 полок производства Дания. По тем временам казалось, это хорошо и красиво, да и сейчас неплохо. Но вот здесь вот так много разного того, что нужно. И надоело мне это все, вот это открывать. Но самая главная проблема, хоть несмотря на то, что здесь полы теплые, электрические теплые полы, и достаточно сухо, все равно, когда, ну, со временем, видимо, ну, вот уже здесь я убрал это, эта клеенка начнула портиться. И, видимо, от влаги, ну, не видимо, от влаги, когда человек купается, тепло, ну, и, безусловно, конденсат, ну, видимо, водичка попадает вот сюда. Ну, в общем, надоело мне это все. И я продумал и придумал поставить здесь шкаф-купе из двух дверей шириной 90 сантиметров. Это будет здесь 90 и здесь 90. Всего 160. А высота, ну, нужно подобрать такую высоту, чтобы можно было купить стандартные двери, а не делать их на заказ, потому что они в два с половиной раза дороже, если это делать стандартные. А если это делать на заказ. Ну, вот я здесь вот продумал и 260 сантиметров сверху донизу и 159-160, грубо говоря, в ширину. Завтра привезут. И я вот подумал, внутри надо же какие-то полки делать. Ну, а я решил снять вот эти вот дверцы. Я сниму эти дверцы. Ну, сейчас такое вот там бедлам. Все дверцы будут сняты. Все дверцы будут, если сняты, ну, привести в порядок, чуть-чуть там разобрать, уложить стопочкой красиво. Открываете эти двери, шкафы-купе, ну, вот уже здесь все это вот барахло, это все нужное барахло перед вами. И двери не мешают, и шкафы-купе сделаны специальные материалы, которые не будут пухнуть от влаги. Ну, я еще раз повторяю, влаги нет в данном случае. Ну, это когда человек купается, тогда конденсат возникает. Вот там внизу, например, это химия. Вот мне бы хотелось эту химию вот оставить, эти двери оставить. А остальные двери и верхние оставить. Там такие вещи, которые не нужны. Даже каждый год не нужны. Там запасные всякие вещи. И вот что хочу сказать. Если продумать это все, конечно, здесь можно все изуродовать, привезти в бригаду в кирзовых сапогах, все изуродовать, все поломать и все заново построить. Но я придумал это сделать по-другому. Направляющие, например, я, ну, потом я вам покажу, я их установлю вот здесь. И привяжу их к верхней полке. Вот с этой стороны. Здесь будет крылышко и будет направляющая, которая будет потом закрыта. Тоже у меня уже есть такая пластиковая, не пластиковая, из натурального дерева, крашеная планка. Будет наверху. Здесь теплые полы нельзя сверлить. И нельзя рельсы ставить и сверлить, еще раз повторяю. Поэтому я буду клеить их. Я буду клеить хорошим герметиком. Кстати говоря, кто сомневается, вот этот унитаз, который стоит уже 10 лет, он тоже на герметике. И он, с ним ничего не случилось. И вы попробуйте вот только снять. Не снимите. Только если снимать, тонким жалом срезать его нужно. Это герметик, стопроцентный силиконовый герметик. Думал о том, что поставить вот такие вот зеркала сюда. Ну, конечно, расширило бы это пространство, но было бы неуютно. Это все в зеркалах тоже нехорошо. Все время будешь ночью заходить сюда и пугаться. Такой причем, как будто шпион все время за тобой какой-то ходит. И, конечно, подготовка – это половина успеха. Яна, вот это завтра привезут. Я, кстати говоря, я бы сегодня уже подготовил бы все. Но я боюсь, это уже со второй попытки у нас получилось, что вроде как привезут. Еще неизвестно, привезут эти двери или не привезут. Это же Россия. Здесь ничего не понятно. А так бы, если я был бы уверен, я, конечно, бы снял двери. Снял двери с петель, эту дверь. Ну, занес бы в другую комнату. Я бы снял эти все, может быть, сразу все двери. Ну, почему сразу все двери? Я открою секрет. Я здесь продумал. И вот здесь вот сделал пометки. Конечно, в данном случае вот эти двери не будут открываться полноценно. Только вот этот ряд левый и правый. А в середине не будут. Это тоже ерунда получается. Поэтому я бы снял. И сегодня я бы даже там наверху, я все размеры знаю, здесь самый главный математический расчет. Можно не видеть двери, которые привозят. Можно не видеть мебель, которую привезут. Но если вы знаете размеры, с математическим расчетом можно все уже подготовить. И потом, как привезут, распаковывать и ставить по местам. Но я боюсь. Я сейчас это все сниму. Это барахло будет здесь, кишки эти будут валяться. Двери здесь не будет. И сейчас они, может быть, через час, может быть, через два, может быть, завтра они позвонят и скажут, что нет, мы не привезем. Привезем через две недели, а то и через месяц. Поэтому я боюсь. И подготовку делать не хочу. Боюсь. Ну вот, я завтра, если привезут это все, я тогда вам... Там очень много разных тонкостей, и я вам расскажу про это. Ну вот, я уже начал. Позвонили, сказали, что вроде везут. Это вот там крепеж будет, там вот я сделал. Вот эти накладки. Там будет идти верхняя часть. Ну вот здесь потихонечку все делаю. Добрый день. Я продолжаю на следующий день после того, как привезли из магазина двери. Вы, наверное, если посмотрите мою вот эту передачу, видео сначала. Здесь у меня были такие полки. Ну, они красивые, датские полки. Но со временем они от влаги, от старости вышли из строя. Это, грубо говоря, так еще можно было еще лет 20. Но мне захотелось здесь поставить две двери и сделать шкаф-купе. Я снял вот такие дверьки. Здесь я одну оставил, и здесь я одну оставил, потому что там хозяйственные товары, и я думаю, надо оставить. Почему я не оставил с двух здесь сторон? Потому что двери бы не открывали, они не открываются в полной мере. И тогда вот эта бы дверца, она бы не открывалась плотно. В общем-то, они не нужны. Это я так, чтобы здесь у меня аллергия от химии. Ну, я стараюсь химию покупать такую, щадящую. Ну, короче говоря, я хочу поставить двери. И что я придумал? Я не стал крепить верхние полозья дверей к потолку, потому что потолок здесь, как вы видите, он мягкий. И я закрепил к двум верхним полкам. Сделал крылышки соответствующего размера и поставил направляющие. Направляющие. Я вот уже поставил. Вообще, я вам хочу сказать, что ты вот встретил соседа, увидел, что мы привезли вот эти двери купета. Да там, что там, там левой ногой, там с закрытыми глазами все это можно сделать. Я говорю, да нет, вот это не просто так. Везде технология, культура производства, ответственность, красота должна быть. Ну, зашел я к нему. Ну, конечно, двери у него все скрипят, плохо ходят, щели между, щели между двумя, двумя дверьми кривые. Ну, лишь бы как сделать. Ну, вот, и побыстрее выпить, закусить, значит, и больше ничего. Поэтому, не потому, что никто не знает, а потому, что я знаю, как это делать, просто хочу вам рассказать, как это действительно, как это делать правильно. Вот, я нашел слово. Правильно. Здесь, конечно, все нужно измерять. Длину, ширину, высоту. Там везде есть размеры. Если подготовку, вот в данном случае, вот здесь подготовка уже 70% успеха. 70% успеха. Вот я выверил, выверил вот эту вот направляющую, верхнюю направляющую, я выверил. И сейчас я уже могу принести сюда двери и предустановить. Внизу, внизу лежит, ну, я бы их назвал, рельсы. Они вот, она просто так будет лежать. Вот она будет лежать. Я облокочу, поставлю на эти рельсы две двери. Дай бог, что я принесу. Потому что одному тяжело. Тем более в таких, в таких стесненных условиях. И тогда, когда эти двери уже будут стоять, верхняя часть несет, никакой нагрузки не несет, она просто не дает двери упасть. И она будет кататься. Там соответствующие ролики, они так, вертикально, перпендикулярно полу стоят, ну, они и движутся туда-сюда, туда-сюда. Это так, для никакой функции. Нет, функции есть, но она, крепить эти двери к направляющим не надо. А вот здесь вот, когда я установлю на на рельсы эти двери, тогда я буду выверять посредством уровня дверей, буду выверять, где, как я должен это установить, правильно установить. Потом я отмечу, двери чуть-чуть приподниму, в сторону уберу и на клей посажу, посажу на клей эту планку рельсы. И тогда, это все теоретически, и тогда, если я это все сделаю так, как я сказал, я буду уверен, что все сделано правильно. Ну, я сейчас займусь этой работой, а потом еще раз вам покажу, как это будет выглядеть. И надеюсь, это будет выглядеть достойно. Ну, вот, я навесил двери, так сказать, предварительно навесил, здесь еще нужно обрабатывать и прочее, устанавливать, но я хочу вам сказать, что если без инструмента работать, это получается одна мука. И каждый мужчина, мне кажется, должен быть чокнутым на инструменте. Вот, например, лобзик, это Бош, это вот Блэкен Деккер, например, пассатижи, это японские, им уже лет 25, отвертки немецкие, уровень австрийский. И вот я вам что хочу показать, что это такое. Это вот такое приспособление, вот так вот, наверное. Это поддеваете под дверь или под какую-то другую мебель, под стиральную машину. И вот это вот такое плечо, вот сюда, либо ногой, либо рукой надавливаешь, и здесь вот поднимается. в данном случае вот эти двери надо приподнимать немножко для того, чтобы встали они на свое место. Это цены нет вот этому. Мне уже много-много лет этому дверь приподнять, с петель, петли смазать и прочее, прочее. В общем, без инструмента это только 3% инструмента, которые у меня есть. Конечно, это я горжусь этим. Ну, а теперь я хочу показать это то, что у меня получилось. Здесь далеко не отойдешь. Ну, в общем, вот так вот получилось. Хорошо получилось. Эту дверь можно сюда, эту туда. Я еще не решил, как будет красивее. А я записал, и мне уже здесь попросили точнее определить, как я здесь вешал. Самое главное, еще раз повторяю, это размеры. Размеры 260 должно быть. 260 сантиметров снизу доверху. И поэтому я вот сделал вот такой хитрость такую. Это направляющие. Еще раз повторяю, они несут никакой тяжести. это просто вот здесь находятся такие колесики, которые по ним ходят. Колесико справа, колесико слева. Колесико там справа, колесико... И вот он бегает. Вот. Это я ударил с той стороны. Даже не слышно. И у меня так получилось, что 260 сантиметров вот здесь. И эти полки, они плотно, которые были плотных, которые привязаны к стене. и я решил два куска в данном случае, здесь вот два куска набросить на эти полки, чтобы получилось от этой точки до пола 260 сантиметров. И закрепил к полке, не к потолку, к полке. Вот здесь вот барахло лежит. Внимание, не надо на это обращать. А здесь здесь уже я поставил на рельсы. Я еще не закрепил. Еще не закрепил. Сейчас я по уровню выставлю эти двери по уровню и тогда отмечу, отмечу там, как рельса должна стоять, приподниму, заложу туда герметик и завтра утром не отдерешь. Вот, например, это здесь упор был той двери. А, не той двери, а этой двери, но уже его надо переделывать, потому что близко к плоскости двери и ручка будет бить. Но я сейчас еще посмотрю. Вот это на герметике не оторвешь. Надо срезать здесь тонким-тонким ножом канцелярским, срезать и потом убирать там то, что останется там вот эта конечно неприятность там от силикона. Это надо очень аккуратно специальными средствами убирать. Не оторвешь. Ну, в общем, вот так вот. Вот так вот. Ну, вот, эпопея закончилась. Установил я шкафы купе. А это у меня друг мой сидит на унитазе. и его не догонишь. Это вот так вот далеко вот он сидит. Ванна большая, ну, достаточно большая. Здесь есть все. И скромная машина Миля, и телефон, и картины, и часы, и зеркала, и голые барышни, богиня воды, Венера Милоская, есть умывальник, есть вода, которая параллельно с кухонным фильтром работает для зубов, чистит зубы, умываться. Есть вот такой фирмы Грой, здесь все Грой, такое биде, терморегулятор, и даже есть унитаз. Есть две вытяжки, раз, два, большая ванна, туалетная бумага, мы подошли к самому главному это шкаф купе. Вот он законченный, сверху я поставил такую планку белого цвета, может быть так здесь некрасиво, все таки снимаю на телефон, но здорово получилось, здорово, здорово, потому что на жестком полу работает вообще бесшумно, вообще бесшумно, вообще даже не слышно. и когда и напоследок я вам хочу сказать еще, дорогие друзья, когда стены ровные, потолки ровные, когда все под 90 градусов ровно, тогда приятно работать, приятно, красиво, вот у меня в комнате там старый паркет был, и немножко он гулял, как дунайские волны, там вот мне шкаф-купе меньше нравится, а здесь прям как часы работают. Ну, а вот здесь я уже снял этот упор, он теперь в другом месте должен быть, вот он здесь был, я его переставлю, вот здесь был, но ручка бьется, я его переставлю чуть-чуть где-то вот так, наверное, вот так или вот так где-то, да, для двери, я дверь тоже снимал для того, чтобы занести эти большие двери, ну вот, будьте здоровы, и живите богато, не болейте, привет вам передает друг мой, и полчай, и с в в в в в Продолжение следует...